Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как быстрее прийти в себя, пишет Азьяна, сейчас осень, походу опять обострение невроза. Голова пустая, все время о чем-то думаю, мысли все пустые, работать не могу совсем, лень не цвил энергии. Надо встать в кровати, страшно выходить из дома, вчера еще скандал бы с мужем из-за свекрови. Я вообще чуть с ума не зашла, плохие мысли в голову полезли, начала пить финибурь. Может помочь немного, нет времени ждать, пока сама пройдет, работать надо, сил совсем нет, как будто нет энергии совсем, беспомощность какая-то и пустота. Собственно, Татьяна, вы не задаете свой вопрос, хотелось бы, наверное, в первую очередь обратить ваше внимание именно на это, но то, что вы не задаете свой вопрос. Вот, и, соответственно, если вы написали просто, чтобы как-то пожаловаться, то, безусловно, наше вам сочувствие, мое вам сочувствие в данном случае. Ну, я не знаю, насколько вам это поможет или нет, но я вам сочувствую, правда. Вот, я сопереживаю тому, что вы оказались в такой нелегкой ситуации. Вот, но вы пишете о нескольких важных вещах, на которые хочется обратить ваше внимание с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Хотя психология и психотерапия немножко разные. Итак, как быстрее всего прийти в себя? Ну, если вас интересует именно скорость, то это, на самом деле, не про психотерапию. Проживать в каком-то моменте нужно ровно столько, сколько нужно, не быстрее и не меньше. Сейчас очень, по ходу, опять обострение невроза. Ну, вы можете быть медиазависимым человеком в том плане, что на вас, на самом деле, могут оказывать какое-то влияние изменения погодных условий, это правда. Но, вряд ли невроз возникает именно из-за каких-то погодных изменений. Если невроз, как вы говорите, появляется, то, скорее всего, речь идет про некую, некоторую или некую психологическую проблему. И, соответственно, решать нужно, в первую очередь, ее. Вот. А не, как бы, связывать это с погодой. В данном случае, погода может, на самом деле, вызывать у вас ряд ассоциаций, которые по итогу, ну, на самом деле, могут приводить к ухудшению вашего психологического состояния, это правда. Но, нельзя говорить о том, что невроз связан с погодой. Можно говорить о том, что у вас это, в общем-то, всегда было фоном, просто вы с этим как-то научились жить, да, но проблему не решили. Вы пишите «Голова пустая, я все время о чем-то думаю, мысли все пустые». Ну, так не бывает. Если вы все время о чем-то думаете, значит, какие-то мысли есть. И говорить о том, что мысли пустые, ну, это скорее про обесценивание себя. То есть, вы себя в этом смысле, вероятно, склонны обесценивать. Вот. И очень важно перестать это делать. Очень важно перестать себя обесценивать и крайне важно, ну, во-первых, наверное, признать, что какая-то проблема есть и признать, что какие-то вещи отполнены. То есть, признать, что что-то болезненное имеет место быть, присутствует и, соответственно, как бы уже с этим что-то делать. Вот. Но первый путь к этому заключается именно в том, чтобы, на мой взгляд, ну, по крайней мере, на мой взгляд, первым шагом к этому является отход от обесценивания. Потому что обесценивание еще, ну, никому не помогало, как факт, как поведенческий вектор никому не помогало. А во-вторых, это же прямое, в общем-то, бегство от себя. То есть, ну, вы просто вот убегаете от себя и в принципе все. Вот. Поэтому важно, чтобы вы не обесценивали, не убегали от своих мыслей. Вот. Если какие-то мысли есть, значит они важны, значит они вас волнуют. Дальше. Работать не могу совсем, лень, не лень, нет энергии сил. Здесь сразу несколько аспектов, благодаря которым я, в принципе, могу понять, почему вам так тяжело, и в то же время могу понять, почему вы сами из этой ситуации, скорее всего, не выйдете. Во-первых, вот первое, на что нужно обратить внимание, то, что, скорее всего, ваша работа вам не очень интересна, не слишком интересна. И очень много людей боятся это признать, боятся признать, что тот путь, который они выбрали. В общем и целом, им не слишком-то интересен тот путь, который они выбрали. Не является в полной мере их и им что-то не нравится в том, что они делают. То есть это довольно сложно признать, это довольно сложно сделать частью своей реальности. Вот, потому что это предполагает, ну, вот, такой некоторый набор действий, это предполагает некоторый набор дальнейшего поведения, да. То есть человеку, ну, если человек признает, что ему что-то не нравится, он должен с этим что-то делать, это логично. Вот, и, соответственно, здесь вот, ну, сразу возникает этот самый вопрос. Вопрос, да, что делать, как действовать и, в общем и целом, ну, как бы, ну, могу ли я действовать, да, и хочу ли я действовать, вот, ну, в каком-то, вот, ну, направлении, направлении, например. Вот, или я, там, соответственно, боюсь и ничего не делаю, значит, ну, оставаясь, как бы, в, вот, в этом состоянии, да, вот, в этой позиции, в этих, в этих аспектах, так скажем, да. Вот, и, соответственно, это, конечно, ну, не может не тревожить, вот. В вашем случае ситуация, конечно, еще может усложняться тем, что есть определенные сложности с мужем, да, то есть, какая-то вот в этом смысле, такая застарелая, можно сказать, проблемочка, да, которая, ну, вот, не решается, как бы, на, на, там, протяжении уже, ну, какого-то, какого-то времени, вот, и, соответственно, это тоже может тревожить, это тоже может беспокоить, это тоже может вас напрягать, вот. То есть, я бы сказал, что один из, вот, ключевых моментов здесь заключается в том, что вы, на мой взгляд, человек, который избегает определенных проблем, но, как бы, факт этот факт, он заключается в том, что, как бы вы от своих проблем в оптимационном не бежали, вот, все равно, а не буду давать, особенно, особенно, до тех пор, пока вы с ними не решите, так, так, скажем, столкнуть, вот, понимаете, да, то есть, пока, пока вы не столкнетесь с, 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 своими трудностями, да, пока вы, вот, не признаете полноценно, что они, эти трудности у вас есть, и что, сами собой они не уйдут, ну, как бы, ситуация будет повторяться, кстати, к сожалению, вот. А, ну, а объяснение, да, можно находить, самые, самые разные, погода, там, и так далее. Дальше, а, что касается энергии, вот, тоже, такой довольно интересный, как мне кажется, момент, потому что, энергия, если вы, эм, ну, чувствуете, если вы, эм, если вы замечаете, что, энергия у вас не хлопает, то, э, получается так, что, энергия ваша на что-то, э, тратится, и, вот, э, очень важно, в данном, э, случае, как мне кажется, увидеть и понять, э, на что именно, э, тратится ваша энергия, куда она уходит, вот. Потому что, ну, вообще-то, это напрямую зависит от вас, э, куда вы тратите свою, свою энергию, на что вы, э, как бы, ну, в данном случае, ее, э, расходите, на что куда она уходит, с чем вы борете. Э, э, вчера был скандал с мужем из-за свекрови, э, э, значит, здесь я бы рекомендовал вам изучить, э, э, психологическую игру, игру, э, скандал, она так, в принципе, называется, вот, и исследовать, э, значит, э, свой вклад в этот скандал. Потому что, э, да, вы не говорите напрямую о том, что, ну, вы не обвиняете, э, только своего мужа в том, что происходит, и знак это, и знак это довольно хороший, но, тем не менее, э, все равно могут быть, э, здесь какие-то, такие, э, подспутные обвинения, ну, вот, о которых вы не говорите. То есть, ну, чаще всего, это, э, определенные претензии, чаще всего, это, э, ожидания, ну, вот, которые, э, ну, каждый раз, э, условно говоря, э, у человека присутствуют. То есть, это может быть, как раз, вот, история про вас, про ваши ожидания, это может быть, история про то, что вы считаете, а вы же, и так далее. Вот, но вы говорите, что ссоры из-за свекрови. Вот здесь вы делаете ключевую ошибку, потому что, э, ссора не из-за кого-то, а именно по причине, э, такого рода контакта, такого рода взаимодействия между вами. И свекровь, свекровь здесь выступает, ну, по большому счету, э, только поводом, свекровь здесь выступает, э, по большому счету, только катализатором проблем, которые у вас есть. Вот. Что это за проблемы, сказать, сказать, однозначно, э, сейчас сложно, потому что, э, мы вас не знаем и ваши истории не, истории не знаем. Вот. Ну, понятно, что можно, в принципе, э, поднять историю ваших вопросов, да, можно, вот, посмотреть, э, что вы спрашивали, но, как бы, на мой взгляд, это не так важно, как важно, вот, э, ну, взаимодействовать с тем, с тем, что актуально сейчас. А, все для вас актуально, вот, то, что вы спрашиваете, э, поэтому, на мой, на мой взгляд, э, значит, вам нужно здесь изучить психологическую игру, скандал. Я не знаю, изучали вы ее или нет, вот, э, но, если вы ее изучали хорошо, если вы, а не, не в курсе, то я рекомендую вам настоятельно ее изучить, потому что это, э, крайне важно в данном случае и напрямую влияет на, э, напрямую может, может влиять на то, как, как, э, дальше, дальше, э, будут складываться ваши отношения, в том числе с мужем, вот. Ну, не только с мужем, но и со, э, людьми, в том числе даже со свекровью, вот. То есть, э, то, на что здесь нужно опираться, это на то, э, чего вы хотите, хотите ли вы что-то поменять или нет, вот. Понимаете, да? Ээ, ну, в данном момент вы просто-напросто, как бы, говорите, что это в игру финноват, и все, а, как бы, своей ответственности вы в данном случае не видите. Дальше. Ээ, плохие мысли в голову полезли. Какие? Нет времени ждать, когда сама придет работать надо. Зачем? Как будто нет энергии. Совсем беспомощность. Какая-то и простота. Ну, э, чувству беспомощности нужно учиться принимать. То есть, если вы бежите от, э, чувству беспомощности, то ничего хорошего вам это не даст, от слова совсем. Вот. Потому что каждый из нас, э, так или иначе, э, периодически бывает и должен бывать в состоянии беспомощности. Вот. Другой вопрос. Как вы, ну, как, как вы проживаете, э, как вы проживаете эту беспомощность? Вот. И, собственно говоря, э, что вы делаете, чтобы эту беспомощность, ну, вот, э, скажем так, принимать, позволять и быть, как вы, как вы с ней обращаетесь и так далее. Вот. Потому что, если, например, вы никак с ней не обращаетесь, э, я имею ввиду со своей, э, ну, со своей беспомощностью, то, конечно, она вас будет страшить, страшить, э, страшить, э, пугать, напрягать и так далее. Вот. Только это не значит совершенно, что ее не должно быть. Вот. Она будет, она будет, э, э, это нормально. Вот. То, что вы говорите, значит, по поводу того, что вам, э, вам нужно работать, э, вот, ну, опять же, такой момент, э, работать, как бы, работать, конечно, надо, безусловно. Вот. Но, э, э, тот, 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 тот вопрос, который меня интересует в этой, вот, э, 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 ну, в этой, э, связи. А также вам интересна ваша работа, в таком случае. Вот. На что бы я тоже хотел обратить ваше внимание. Вот. Вот. Как видите, э, направлений для, э, работы, э, достаточно много. Э, направлений для работы, э, э, так скажем, э, хватает. Вот. И, э, в данном случае, ну, вот, э, многое зависит от того, э, готовы ли вы с этим сталкиваться, готовы ли вы признавать, что, э, ну, вот, что, ну, определенная проблема, скажем так, э, существует. Вот. И готовы ли вы с этим что-то делать. Если готовы, то добро пожаловать на психотерапию. В психотерапии мы вам, э, э, с огромным удовольствием поможем и, э, э, поможем и, э, 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 вместо с вами постараемся найти выход из, э, 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 ситуации, вот, которую вы описываете, конечно же, вот. Но если, э, э, я повторюсь, э, если вы задаете, э, злой вопрос, э, просто для того, чтобы пожаловать, э, э, или просто для того, чтобы, э, ну, вот, как-то, э, э, ну, поставить, э, назвать в известность об этом, то сразу встает вопрос о, э, целесообразности этого, потому что, э, вопреки расхожему мнению от того, что вы просто рассказали о проблеме, вот. э, э, в общем и целом мало что реально изменится. Вот это только, вот, э, первый шаг к тому, чтобы, э, э, начать свою жизнь менять и менять ее, э, так, как вы того бы хотели. На этом, э, на этом, э, все. Я надеюсь, что, э, мой ответ был вам, э, полезен и интересен. Э, э, я вам, вам, э, желаю всего сам, самого доброго, удачи, э, э, обращайтесь за помощью, вам, э, она обязательно пригодится, вот, не отчаивайтесь, все можно решить. Спасибо.